Здравствуйте, дорогие друзья, новости с Каббалистом Михаилом Майдманом. Добрый день. По всему миру средний класс мощный и быстро очень провеет. Это и как бы предвиделось, но их ценности, это ценности старого доброго времени, которая уже давно минула, они не космополиты, они не открыты остальному миру. Дальше говорится, что у них гнев очень быстро приходит в ненависть, то есть это средний класс, который видит, как тратятся впустую миллиарды бюджетных денег, недостающие для решения повседневных проблем. Тот средний класс, который, скрипя зубами, осознает, что безработным приходится сидеть на шее у государства. Вот и тенденция такая, что это не закончится хорошо. Ну, не закончится хорошо, значит, не закончится фашизмом. То есть это приведет к фашизму? Да, конечно. Вообще все приводит к фашизму. Вот понятие фашизма тогда можно? То есть фашизм, во-первых, это власть эгоизма, наивысшего эгоизма. Это когда важны только мы, как народ, который объединен, в котором все равны. От самого высшего, самого низшего, хотя наивысший это там диктатор, допустим, как правило, какая-то его там кучка, но она выполняет как бы волю народа, и на самом деле это является задерживающейся силой. В общем, это структура, которая больше всего привлекает людей, потому что нет огромной бюрократии, нет сидящих на шее у всего народа чиновников, это огромные армии. Практически нет религии, получается, это становится религией? Это становится религией, да, религии тоже нет. И общество становится замкнутым в себе, работающим на себя. Это то, что хотят все. Как правило, такие сообщества, они эгоистически вспыхивают, как звезды, и желают поглотить все остальное. Ну, неплохо кончают вообще. Все кончают плохо, естественно, потому что это не является целью творения. Потому что цель творения заключается ведь в том, чтобы прийти наоборот к общему единству. То есть это абсолютно противоположное цель творения, в общем, структура. Никто заранее не может предсказать, и как-то пойдет все зависит от нас, от силы нашего распространения. Самое главное, поскольку люди, которые занимаются исправлением эгоизма, они проводят наш мир, так называемый, в окружающий свет, исправляющий свет. Вот это самая главная сила, которая положительно развивает наш мир. И поэтому, если мы сможем привнести в наш мир достаточное количество воздействия этого света, то тогда, конечно, мир разбежит войны и пойдет добрым путем. То есть это как прививка, да? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok